Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО или готов к труду и обороне по-прежнему очень популярен в нашем крае, в том числе и в Славянском районе. Выполнению норм этого комплекса предшествует подготовка, которая оздоравливает и развивает физически. В этом смогли убедиться участники соревнований. Уникальность и популярность комплекса ГТО обусловлена тем, что принять участие в нем могут люди разного возраста и физической подготовки. Физкультуре и спорту покорны все. Готовы по всем направлениям. Тренировки проходили. Мы готовились очень долго. Команда у нас дружная. Я считаю, что нашим коньком именно во всех этих видах спорта являются прыжки в длину с места. Я думаю, что на них мы сможем вырваться и показать хороший результат. Такие соревнования – настоящий праздник. В этом уверены участники фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса среди обучающихся профессиональных организаций Кубани, которые собрались в славянском легкоатлетическом манеже «Олимпийц», чтобы проявить свои лучшие качества. Состоялось яркое и торжественное открытие фестиваля, в ходе которого звучали наилучшие пожелания участникам и вручались золотые значки ГТО. Затем была проведена по традиции музыкальная разминка. Поучаствовать в борьбе за место на пьедестале приехали 39 команд со всего Краснодарского края. Соревнования прошли в виде динамичной эстафеты, в которой спортсмены выполняли на скорость нормативы комплекса ГТО. Конечно, здесь нужно было не только продемонстрировать свой уровень, но и действовать быстро и слаженно. В борьбе победителями стали студенты команды Ейского полипрофильного колледжа. И все же в этих соревнованиях не было проигравших. Выигрыши были все, поскольку выбрали здоровый образ жизни. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».